Пятый канал представляет Солнышко, я сегодня не приеду. Завтра буду. Да нет, я правда хотел тебе сегодня приехать, даже цветы твои любимые купил. Ну, ты же знаешь, из всех цветов ты самый красивый цветок на земле. Ты хочешь обязательно сегодня? Ну, хорошо. Я скоро буду. Целую тебя, моя. 65-летний судья Семен Шаповалов найден мертвым в своем загородном доме. Следов насилия на теле обнаружено не было. Вероятная причина смерти – сердечный приступ. В доме покойного найдены медицинские документы, из которых следует, что Семен Васильевич страдал сердечной недостаточностью. Обнаружить свидетелей смерти следствию пока не удалось. Через несколько часов вскрытие подтвердит. Смерть наступила в результате остановки сердца. Но судья умер не мгновенно. По заключению эксперта, с момента начала приступа и до смерти прошло не менее 40 минут. Почему Шаповалов не принял лекарства? Следов спасительного препарата в желудке и крови не обнаружили. И это очень странно. Судья уже 10 лет жил с этой болезнью. И, по словам врача, и наличию сердечных лекарств, прекрасно умел купировать приступы самостоятельно. Он очень себя любил. Я здоровью всегда заботился. Всегда бегал 5 километров и обтирался здесь холодной водой. Иван Мусатов – архитектор. Более 20 лет являлся соседом Шаповалова. А уж о лекарствах и говорить не приходится. При себе всегда держал баночку с препаратами. Вы никого подозрительного не видели? А, кстати, да. Вчера в 5 часов вечера у него был какой-то посетитель. Ну, нельзя просто так взять и сломать жизнь человеку. Я вас очень прошу, это очень важно для всей нашей семьи. Ну, должен же быть выход. Я все, что мог, уже для вас сделал. Прошу вас ко мне больше домой не приезжать, иначе я позвоню в полицию. Вызывай и меня посади. Упырь кровописца. Будешь у меня кровью умываться. Вон! Вон отсюда! Вон! Следствие изучило запись с камеры наблюдения. По номерам внедорожника удалось установить, что владелец автомобиля Марат Суфиянов. За ним немедленно была выслана группа. Сопротивление он не оказывал. Его доставили в полицию для дачи показаний. Понимаете, у меня сын 20-летний, Аболтус. Порол, видать, мало его, щенка. Марат Суфиянов, 48 лет. Владелец крупной фирмы поставщика фруктов. Я всю жизнь вкалываю, с 14 лет. А ему все наготовенькое достается. Хочу машину? Пожалуйста. Хочу квартиру? В центре. Пожалуйста. Папа же все купит. А какое это отношение имеет к суде Шаповалову? Сейчас расскажу. Сын где-то напился в компании. Хотя у нас в роду никто никогда в капли в рот не брал. Сел за руль и поехал. Сбил парня с девчонкой. Оба их переломы. Ужас. Еле выжили оба. Я к ним в больницу ездил. Прощения просил. Только чтобы сын не сел. Это же поломанная судьба. Я правильно понял? Дело дошло до суда. И Шаповалов вынес решение. Да? Вынес решение? Посадите. Я уговаривал судью. Умолял, чтобы он ему условно дал этому дураку. Но нет. Шаповалов влепил ему реальный срок. Когда это было? Позавчера. А вчера я раздобыл адрес судьи. Приехал, чтобы еще раз попросить по-хорошему. Денег предлагал. Много. А он как начал на меня орать. Из дома гнал. Так. Значит, он нервничал. У него случился сердечный приступ. А вы не дали ему принять таблетки. Нет. Не было такого. Он при мне не употреблял какие-то таблетки. А вы можете на месте показать? Поучаствовать в следственном эксперименте? Конечно, могу. Я же не убивал. Мне нечего бояться. Ну вот, на этом месте мы заканчивали разговор. Я стоял здесь, он там. Судья здесь стоял? Судья здесь стоял. А потом он достал из кармана баночку с таблетками. Открыл ее и принял. После как он начал на меня кричать, руками махать. Игнать из дому. Я больше в руках у него баночку вроде не видел. Не помню. Да, точно, вот оно. Зря я ему столько наговорил. Проклинал даже. Химический анализ показал, что вместо кардиопрепаратов в баночке находились таблетки кальция. Стало очевидно, что кто-то подменил лекарство. Но отпечатков пальцев Марата Суфьянова на упаковке обнаружено не было. Эх, начинали разговор мирно, спокойно. Он даже мне говорил, что понимает меня. А еще говорил, что с сыном у него тоже война. Следствие проверило информацию, поступившую от Марата. Действительно, в последнее время у судьи сильно испортились отношения с сыном. И они часто ругались. Хотя до недавнего времени были очень дружны. Шаповалов много времени проводил с сыном. Гордился его достижениями в хоккее, математике. И тщательно хранил его награды. Да, отец две недели назад меня выгнал из дома. Это правда. Он узнал, что меня опять из универа вытурили. Олег Шаповалов. 29 лет. Сын Семена Васильевича. Недавно был отчислен из университета за академическую задолженность. Не работает. Ну и все. Денег он мне не давал. Даже мелких на карман. Ну вообще с ним в последний год очень много ссорились. А месяц назад он меня даже чуть не прибил. Пап, ну все, не начинай. Я понял все. Я тебе обещаю, я восстановлюсь, сдам сессию и закончу универ. Вот когда принесешь зачетную книжку с сессией, тогда и будем разговаривать. Все, иди. Пап, ну пожалуйста, я прошу тебя. Я тут так неудачно по покеру зашел. Пап, ну я так... Что, ты проигрался? Сколько? Та-та штука. Ты понимаешь, мне надоело это блеяние. Ты взрослый мужик, здоровый лоб. Ты понимаешь, что эти деньги большие, что их заработать надо. Не проиграл, выиграл. Все, иди. Мне стыдно за тебя. Пошел вон. Тебе за меня стыдно? Да. За себя тебе не стыдно? Ты когда мать бросил, мне пять лет было, тебе не стыдно было? Потом мачеху нашел, я только привык. Так ты опять же новую бабу нашел? Тебе не стыдно? Да, мы кричали друг на друга, мы ругались. Но я его любил. Мама умерла. Он был мой единственный родной человек. Зачем мне его убивать? Ну вы знали, что у него больное сердце. И знали, что его жизнь зависит от того, примет он вовремя препарат или нет. Это вы к тому говорите, что я таблетки мог поменять? Да я даже если бы хотел, не смог. Он меня месяц к порогу дома не подпускал. А таблетки, кстати, ему сосед покупал. Папа все время занят. А сосед пенсионер, у него куча времени. А еще я слышал, они постоянно ругались. Что-то по поводу участка за домом. По-моему, сосед хотел его отжать у отца. Привет, честной компании. Вот как хорошо. Тебе, сыночек, чай приносит. Иван Григорьевич, чай будете? Нет, спасибо, Олежек. Вот. А я помирать буду. Некому будет и стакан воды подать. Слушай, не начинай. Пристрой к своему дому верхний этаж. Баню преврати в гостевой дом, и будут твои внуки. И дети у тебя под бок. Избалованные они у меня. Говорят, пока свой дом не построят, не переедут сюда. Я же не виноват, что ты их так воспитал. А участок этот я тебе не уступлю, хоть тресни. Ой, смотри, Семен, как бы не пожалеть. Смотри пока по-хорошему. А потом можно и по-худому. Не зуди. А. Вот твое лекарство. Подорожало оно. Вот. Давай. Судья Шафовалов скончался у себя дома от сердечного приступа. Следствие выяснило, что сильный кардиопрепарат жертвы был заменен на безобидные, но бесполезные таблетки кальция. Под подозрением оказались трое. Бизнесмен Марат, 40 которого спокойным накануне трагедии закончилось угрозами. Сын Шафовалова Олег, который проиграл крупную сумму и не получил помощи от отца. А также сосед судьи Иван Мусатов, который оспаривал с судьей права на земельный участок. Но у Марата Суфьянова доступа к лекарствам покойного не было. Вы спорили с Шаповаловым из-за участка в этом поселке, так? Да, спаривал. Дело в том, что когда проводили межевание, один участок оказался как бы лишним. Ну и Шаповалов подсуетился и начал оформлять на себя. А я хотел этот участок взять себе, чтобы внукам дачу построить. То есть участок пока не оформлен никак? Да, правильно. Значит, со смертью Шаповалова вы становитесь единственным претендентом на него, так? Совершенно правильно. Вы угрожали Шаповалову. Говорили, если он не согласится, будет по-плохому. Вы же тогда решили убить его? Да бог с вами. Вы в своем уме? Мусатов рассказал следователю, что не стал бы убивать друга-судью из-за клочка земли. Земельный вопрос был бы решен в любом случае. Разница только во времени и деньгах. К тому же накануне он уже внес внушительный задаток за приглянувшийся участок. А кто, кроме вас, имел доступ к лекарствам Шаповалова? Да не знаю. А может быть, его любовница, она здесь часто бывала. Да. Откройте вот эту штучку. Спасибо. Ларисы, кажется, зовут. На таблетках кардиопрепарата экспертами лаборатории были обнаружены отпечатки пальцев. Хотя таблетки должны быть стерильны. Следствие выяснило, что отпечатки эти не принадлежали ни Шаповалову, ни Мусатову. Всем, кто знал Шаповалова, показалось странным, что он умер в одиночестве. А судья не любил быть один. Шаповалов был известным любителем и любимцем женщин. После последнего развода, который закончился примерно год назад, он завел новый роман. Но где была его любимая в момент трагедии? Вы уверены, ошибки быть не может? Это точно он. Лариса Кононова, 48 лет, адвокат. Разведена, воспитывает дочь. С Шаповаловым познакомилась год назад на судебном заседании. Вы понимаете, он как аристократ из романа. Человек 19 века. Он так красиво ухаживал за мной. И мы с ним прожили ровно год, как в раю. Спасибо. Это мои самые любимые. Ты куда? Цветы поставлю. Да бог с ними, с цветами. Не приготовила ужин. Все стынет. Дождет. Ты сегодня восхитительна. После того, как я с ним познакомилась, я как будто помолодела на 15 лет. Моя женская судьба не была счастливой. Два тяжелых развода за плечами, и я практически поставила на себе крест. И тут вдруг он. Все перевернулось. Все было как в сказке. Он мне сделал предложение, и мы собирались пожениться. Как вы думаете, когда мы сможем его похоронить? Когда официально завершится экспертиза. Что случилось? Какие похороны? Какая экспертиза? Дашенька, ты не волнуйся. Семен Васильевич умер. Да? Мне жаль. Дарья Кононова. 19 лет. Абитуриентка. Дочь Ларисы от первого брака. Ну хоть ты, наконец, успокоишься. Подождите. Мне бы хотелось побеседовать с вами. Наедине. Да, пожалуйста, конечно. Он вчера обещал приехать, но он так и не приехал. Я ужасно на него обиделась, потому что... Я только сейчас поняла, что он не приехал, потому что он умер. Он у вас старше почти на 40 лет. Он вам в дедушке годится. И вы его любили? Да, я его любила. Посмотрите, вы просто посмотрите, какой он... Он же... Да, я его... Он такой... Он такой... Он всегда был такой интересный. Мои ровесники, они все какие-то придурки. С ними поговорить-то нечем. А он... Он был... Он был... Если бы не мать. Здравствуйте, дорогая. Даша, моя дочь. Здрасте. Очень рада знакомству. Проходите. Я. Здрасте. Вперед. Он предложил. Готовить меня к вступительным экзаменам. Мама сказала, что я должна отказаться. Что... Что нельзя тратить столько времени у такого занятого человека. И я сначала... Я отказалась, понимаете? Ну... Но он настоял. И я стала ездить к нему на занятия. И маме ничего об этом не говорила. А потом она нас... Застукала. Застукала. Смотри, Даша, у нас есть суды первой инстанции. Межрайонные, районные, городские. Угу. Мы подаем апелляцию. И начинаем двигаться выше судебной коллегии. Областного суда, краевого, республиканского. Ну, а там апелляционная коллегия Верховного суда. Ну, а можно дойти и до европейского. Останься. Друзья, ну ты что? Меня приверли на колзе молявки. Это греха, что у нас сорок лет разница. Может, тебе не нужно только ты? Ну, чего греха таить? Судья не первый раз оказался в ситуации, когда его застукали. Но он был очень опытным сердцеедом. И умел выпросить прощения. Вот и в этот раз ему удалось выйти сухим из роды. Он помирился с Ларисой. Судья Шаповалов скончался у себя дома от сердечного приступа. Следствие выяснило, что сильный кардиопрепарат жертвы был заменен на безобидные, но бесполезные таблетки кальция. Сначала под подозрением оказались трое. Бизнесмен Марат, сын Шаповалова Олег, а также сосед судьи, Иван Мусатов. Но у Марата не было доступа к лекарствам судьи. Сын больше месяца не был вхож в дом отца, а сосед-архитектор не держал на него зла. Зато подменить таблетки могли две пассии покойного. Адвокат Лариса Кононова и ее дочь-студентка Дарья. Обе были отчаянно влюблены в судью. И обе испытывали смертельное чувство ревности. Бурные романы Шаповалова и его громкие разводы обсуждались в прессе наравне со скандалами из жизни звезд. Профессиональная деятельность его была безупречна. Но тем не менее он не стал председателем Верховного суда и не вошел в Конституционный суд. Его карьера могла быть гораздо более успешной, если бы не эта его слабость. В тот вечер они и правда помирились. Но я, понимаете, я уже была влюблена. Я ни за что не хотела отдавать его матери. Ни за что! Мама! Мама! Ну что? Явилась? А что-то у него не осталось. Дряль! Мама, как ты смеешь? Это как ты смеешь! Он мой мужчина! Слышишь? Мой! Он не вещь, и он тебе не принадлежит. Ты воровка, понимаешь? У тебя этих мужчин будет выше крыши. А у меня может быть последний шанс. Я не хочу быть одна старой. Понимаешь? Мамочка! Мамочка! Ты молодая, красивая! Ну зачем ты говоришь о старости? Какой последний шанс? Ну зачем ты так говоришь? Мамочка! Ты все врешь. Ты понимаешь? Он тебе не нужен. А я останусь одна. Зачем тебе старик? Ты на зло делаешь, да? Вот твоя благодарность. За то, что я тебе отдала всю молодость. Всю свою жизнь. Я не просила тебя ничего мне отдавать. Я его не брошу. Я его люблю, поняла? Никакой он не старик. Ты спишь с ним. Не твое дело. Говори мне, дрянь. Ты спишь с ним? Мама, ты пьяна и мне больно. Это мне больно. Слышишь? Дрянь такая! Я ужасно ревновала его к ней. Извините. Просто, чтобы вы не тратили на нас время, я хотела сказать, что между мной и дочерью не было никаких разногласий. Я, подумав, уступила ей судью. Видимо, его сердце не выдержало такого счастья. Как ты можешь? Ты же любила его! Так, вопрос к вам обеим. Мы проверили все лекарства, которые были у Шиповалова. И дома, и на работе, и в машине. Только на работе в коробочке был кардиопрепарат. Дома, и в машине, вместо настоящих таблеток, были таблетки кальция. Откуда они могли взяться? Это ваша сумочка? Да. Я могу посмотреть? В сумочке Дарьи Кононовой следователь обнаружил упаковку таблеток кальция, которые она принимала по назначению врача. Это вы подменили ему лекарство? Нет. Нет. Нет, это не я. Наши специалисты восстановили поврежденный телефон Шиповалова и автоответчик на нем. И вот, что мы услышали. Если ты опять обманешь меня и не приедешь, а сам в это время будешь кубрыкаться с моей матерью, я убью тебя. Слышишь? Убью! Мамочка, пожалуйста, это не я, вы не хотите. Следователь уже приступил к оформлению документов для задержания Дарьи Кононовой в качестве подозреваемой. Но тут открылись новые обстоятельства. Экспертиза показала, что именно эта безобидная биологическая добавка, содержащая кальций, оказалась в баночке вместо жизневажного лекарства. Таблетки один в один совпадали по размеру. На блистерах из мусорного контейнера отпечатков Дарьи не обнаружили. Зато были пальчики Ларисы. Прочитав заключение эксперта, она согласилась дать признательные показания. Понимаете, когда Семен Васильевич предложил мне руку и сердце, я сначала не поверила своему счастью, потом настроила столько планов на будущее. И вы спланировали его смерть. Заранее купили таблетки, подходящие по размеру, и подменили их. Я не собиралась его убивать. Понимаете, я думала, он окажется в больнице с приступом. Там его откачают. Понимаете, такое уже случалось. И он после приступа становился очень пугливым, как ребенок. Как маленький доверчивый ребенок. Я думала, будет так. Я привезу его домой. Скажу, что это наказание за попытку мне изменить. А к своей болезни он относился как к наказанию. Понимаете, я очень хорошо его изучила. И он бы мне поверил. Он бы перестал общаться с моей дочерью. Понимаете? И тогда все, что я запланировала для себя, для нас, все бы тогда сбылось. Понимаете? А вы не думали, что он может умереть? Нет. Шаповалов Семен Васильевич был влиятельным человеком. Но ни его связи, ни его деньги, ни его слава не смогли защитить его от женщины, которую он, возможно, сам того не желая, нанес удар в самое сердце. Суд посчитал поступок Ларисы непредумышленным убийством и лишил ее свободы на два года. Но самым страшным наказанием для нее стало то, что дочь так и не смогла простить мать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...